Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена раку легких. В мире ежегодно умирает порядка двух миллионов человек от этой патологии. Примерно. Примерно так. И в принципе у нас в России за один год тоже диагностируется около 62 тысяч этой патологии. И причем считается, что чем раньше диагностика проведена, тем лучше, правильно? Но тем не менее получается, что 30% выявляется все-таки уже в более поздних стадиях. Это так или не так? И давайте я представлю нашего гостя. Это Мартынов Александр Александрович, заведующий таракальным отделением Ульяновского областного онкологического диспансера, врач-таракальный хирург. И пожалуйста, вам слово вот по этой информации. Ну вы правильно сказали, что регистрируется большое количество и 2 миллиона, ну примерно 2 миллиона, да, по статистике где-то 18-19 годов. На поздних стадиях, поздних стадиях, 3-4 стадия, примерно 60-70%. Как вы сказали, там 30-40%. Эта 4 стадия примерно 40%. А вот уже запущенные формы примерно 70%. И только представляется, на первую и вторую стадию приходится 30%. Примерно пополам. То есть на раннюю диагностику именно ты? Именно ту раннюю диагностику. Первая, считается, что первая стадия, вторая, это еще ранняя диагностика. Третья стадия и четвертая, соответственно, это уже те стадии, которые выявляются уже с поздними осложнениями. Понятно. Александр Александрович, ну тогда такой закономерный вопрос. Откуда берется рак легких? Может быть это действительно там наследственность? Это или стресс, или это экология? И тогда кто из людей относится к группе риска? Вот как вы скажете? Вообще появление злокачественной опухоли, смотрите, она как бы появляется в любом случае из какой-то одной клетки. А вот какие факторы влияют на эту клетку, чтобы эта клетка переродилась в раковую опухоль, чтобы организм не смог удалить эту опухоль. Вот, конечно, факторов очень много. Основные факторы, конечно, те факторы, которыми человек сталкивается в городе. Те же самые, с чем он дышит, что он кушает, где он работает, по половому признаку. Все, мужчины, женщины, наследственность очень тоже много влияет. Считается, что как бы основным и доказанным может даже быть фактором риска. Это что человек первый вдыхает? Это воздух. Вдыхает табакокурение. Вот это основной доказанный фактор риска при раке легкого. Вредные вещества, содержащие в табаке, содержащие в никотине, очень пагубно влияют на стенку бронхов, вызывают и высушивание, и на крыльцовую сосуды. И сам никотин тоже влияет. Как бы доказан этот фактор. Те же самые асбестовые пыли. Все вредные вещества, которые можно в городе применить, найти, все это влияет на развитие рака легкого. Что мы едим? Тоже вроде бы не связано должно быть с раком легкого, как бы в пищу употребляем. Но опосредованно все равно это влияет на развитие рака легкого. Чем мы занимаемся? Избыточная масса тела. Ну, очень много факторов, которые предположены возникновению рака легкого. Да, наследственность. Ну, при раке легкого... Есть в меньшей степени, наверное, да? Да. Это вот один из патогенезов, это тоже наследственность. В меньшей степени. И именно как бы для рака легкого нельзя провести вот точную грань, что вот наследственность, она предрасположенность есть. Если у вас в семье, допустим, есть родственники, которые именно в первой линии, не там троюрная-пятьюрная бабушка, а мама-папа, да, как бы предрасположенность есть, но не обязательно, что у этого человека будет рак легкого. Само заболевание, оно не передается по наследству, а только предрасположенность. Именно слово, да, не передает, а именно предрасположенность. Все правильно. И уже при наличии каких-то факторов, да, вот которые вы перечислили, все добавляет. Все правильно, все правильно, да. Поэтому, ну, тогда, Александр Александрович, вот человек находится в группе риска. Да. Вы сейчас перечислили очень хорошо, прямо подробно. Он находится в группе риска. С какого возраста нужно идти обследоваться все-таки? В какой период? Смотрите, не надо, как бы, вот сейчас для будущих, может, там, мам, там, загонять своего ребенка, что вот у него будет вот то-то, то-то, то-то. Вообще, как наша диспансеризация в России поставлена, в принципе, вот те же самые флюорографические исследования по закону, ребенку можно с 15 лет. И вот с этого возраста, не то, что обязательно, но желательно, чтобы раз в год ребенок проходил флюорографию. Уже начиная с возраста больше, старшего возраста, группы риска какие, попадают в группу риску более, как бы, ну, я не скажу, пожилые, более возрастные люди. Пожилых сейчас у нас много, и, как бы, возраст такой немножко сместился. Вот начиная, мне кажется, с 40 лет и до 70 лет, это вот самый основной контингент пациентов, находящихся у нас в отделении. После, а самое большее, это 55-60 лет, это самый. А начинать надо обследоваться, ну, как мы все диспансеризации проходим с любого возраста. Ну, мы, в принципе, вот в цикле ряда программ, мы, в общем-то, и постоянно говорим о диспансеризации. На самом деле она дает эффект, и, на самом деле, те приказы, которые сейчас новые поступили, да, что вот и возрастной ценз другой сейчас стал, то есть по 40 лет можно ежегодно походить по средствам, это дало очень хороший такой толчок. И люди, на самом деле, вот я как руководитель по клинике это отмечаю, могу отметить, что действительно в отделении профилактики прям вот полные коридоры приходят, и утром, и вечером, и то, что мы работаем по субботам, это тоже дает свое. Да, точно. Доступность. Самая главная доступность. Если будет доступность, если пациент захочет прийти, и придет, и столкнется с теми же очередями, с теми же, ну, может по себе развернется и уйдет. Вот столько же. Если ты придешь, и тебе в один день могут сделать то-то, 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 да он с удовольствием будет ходить, а в следующий год тоже придет. Конечно. Причем стараемся так, чтобы действительно вот это 30-40 минут, да, вот это агетирование, там все прочее, прочее, сдача анализов, обследования, то есть занимало вот как минимальное количество времени, и поэтому, правильно вы говорите, человек будет доволен, и он придет обязательно, и еще придет с собой родственников. Все правильно вы говорите, это очень хорошо. Александр Александрович, а тогда вот, ну, вы хорошо сказали сейчас, что вот про группу риска, опять же, да, что не нужно заморачиваться, как говорится, да? Согласен. Не нужно как-то перестраховываться, но тем не менее отношение к своему здоровью должно быть правильным. Обязательно. И все-таки вот какие симптомы у человека должны насторожить его, и все-таки вот пойти к врачу, прям вот, как говорится, ноги в руки и вперед? Ну, смотрите, специфических симптомов, вот, допустим, какой-то симптом ранний, чтобы выявить у пациента именно рак легкого, таких симптомов, ну, специально не существует, но заподозрить, 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 ну, какой-то вялость в течение дня, может быть, непонятная температура, та же самая суперсит, 37,2 температура, ну, вроде бы не заболел, температура какая-то есть, непонятность в течение дня. Откуда тоже может возникать? Субфибрильная, да? Да, такая суперсит температура, какая-то слабость, потливость, может быть, появление на кое-что образование, все-таки иммунитет, организм человека отреагировал на эту опухоль, и у всех по-разному реагирует, но в основном такие вот симптомы незначительной интоксикации, хотя вроде бы, когда, допустим, если сравнивать там с там гриппом, хронической болезнью, ну, в течение двух-трех дней должно как бы пройти, это вот в воспалительном характере, а вот это у пациента, допустим, не проходит, не проходит, не проходит. Ну, и, конечно же, когда уже появляются симптомы, связанные именно с то, что поражается легкое, то, что легкое реагирует, здесь, конечно, возникает уже, может, небольшой кашель, отдышка. Это в самом начале. Я уже не говорю, что потом может быть. Вот эти симптомы, как даже насторожить и сподвигнуть даже пациента, можно так сказать, сподвигнуть, чтобы он сходил к врачу, обследовался, пожаловался. И уже, как бы, доктор первичный, терапевт, я думаю, дальше уже может разобраться и направить куда-то. Конечно, конечно. А вот вы сейчас сказали, ну, в принципе, коснулись уже малых признаков, да? Малых признаков советского, имеете в виду, да? Что? Малые признаки советского, да? Вот, малигнизация, когда вот это идет, да? Ну, да. Сам патогенез, это опухоль, вот симптомы вот эти вот. Ну, это уже немножко поздно, да? То есть, все равно, когда они уже появляются, это немножко уже… Ну, вы имеете ao касriel, отдышка? Да, да, да. Именно, дыхательная система. Именно, дыхательные. Те уже признаки, это уже такие… То есть, организм уже отреагировал на это все дело. То есть, уже надо немедленно прямо забить себя. Обязательно. Здесь уже надо принимать меры. И начать нужно именно с терапевта. Именно с терапевта, который обязательно разберется. Все правильно. Он будет оформить лист консультанта, пульмонолога и так далее. Бежать надо к терапевту. И жаловаться. Именно доверять, обследоваться по полной программе. Александр Александрович, а вот вы сказали про первая-вторая стадия, да? Да. Само лечение. Вот первая-вторая стадия и третья-четвертая, соответственно, конечно, оно разделяется. Абсолютно. Абсолютно отличается, да? Вот в чем преимущество, конечно, диагностики именно первой-второй стадии? Первая, давайте, вторая стадия, ну такая стадия. Пограничная стадия. Да, пограничная стадия. Ранний выявляемый, как бы ранний рак, все-таки это первая стадия заболевания. Которая, как бы наши действия для, и должны быть направлены в выявление именно пациентов на ранней стадии, на первой стадии. Отличается тем, что первая стадия, при которой, в принципе, можно радикально прооперировать, радикально вылечить пациента. Вылечить, вы сказали. Именно слово вылечить, я не ошибся, именно слово вылечить. Рак можно вылечить. Все зависит от того, как, с какими жалобами, с какими заболеваниями, с какой патологией пациент обратился к нам. И даже, смотрите, где-то процентов 50-60 после первой стадии пациенты считаются, могут быть вылечены. Это нормальная цифра. За рубежом эта цифра до 80% доходит. Такие данные, то есть, нельзя как бы сравнивать, потому что, может, какие-то свои, какие-то статические данные, что-то еще свое. Ну, вот именно по данным литературы. Вот я хотел именно задать вопрос, вот лечение в России и лечение за рубежом. То есть, все-таки сравнивать здесь как бы нецелесообразно, да? Почему? Или все-таки можно? Не, зря. Вот так говорите. Можно сравнить, да? Смотрите, про лечение, что за рубежом, что России, проводится по одним международным стандартам. По одним стандартам. Которые принимаются ежегодно, каждый год на конференциях, на нескольких обществах онкологов, обществах хирургов. На форумах, конгрессах. Абсолютно. Все это стандартизируется и все проводится. По этим лечениям проводится везде. Может быть, различия в самом человеке быть. Что, где хочет. Как бы вот та же самая доступность, понимаете? Вот была бы, может, у нас доступность такая, как хотелось. Может быть, люди даже не обращались за рубеж. То, что от человека многое зависит. Кто-то, допустим, не хочет быть, ну, может, известный человек, правильно? Не хочет здесь лечиться. Сразу ехал туда лечиться. Ну, вот я и говорю про это, что, в принципе-то, лечение-то, оно одинаковое везде. Абсолютно одинаковое. Поэтому, вот я говорю, как-то вот сравнивать, да, вот я бы в этом ракурсе говорил, что у нас, в принципе, сейчас достойные методы лечения абсолютно. Абсолютно. Абсолютно приближены, да. И как раз в этой части я хочу спросить вас, какие успехи вот нашей именно онкологической службы именно в этом направлении сейчас? Успехи в лечении, вы имеете в виду, правильно? Именно в лечении, да, в лечении. Ну, больше, так скажем, успехов, вот, на мой взгляд, по данным статистики, больше связаны все-таки с лекарственными лечениями. Сейчас рак легкого, раньше считалось, что самый, как бы, основной, он и сейчас основной метод, но самый эффективный, может быть, метод, это только оперативное лечение. Сейчас немножко подходы к лечению рака легкого изменились. То есть, да, на первом этапе даже можно провести не только оперативное, допустим, лекарственное лечение, ту же самую химиотерапию, а потом уже провести операцию. И это, как бы, увеличивать продолжительность жизни. У пациента, ну, я, конечно, это больше связано не с первой стадии, больше с третьей, четвертой стадии, но продолжительность жизни у этих пациентов может увеличиваться. И вот в этом, как бы, новое, то, что больше появилось лекарственных препаратов, больше появляется новых оборудований для лечения, допустим, то же самое лучевой терапии. В, как бы, хирургическое, хоть я сам и хирург, но хирургически, как бы, здесь остается все на прежнем уровне. Здесь самое главное – радикально удалить опухоль, радикально удалить со всеми лимфоузлами, со всеми структурами, которые рядом. И вот эти вот подходы к удалению сейчас тоже изменились. Сейчас, допустим, стараются больше удалять не саму опухоль, извиняюсь, конечно, не то, что саму опухоль, а удалять опухоль, возможно, со всеми структурами. То есть расширять показания операции. Вот в этом тоже изменилась тактика лечения этого заболевания. Понятно. А вот, ну, сейчас кажется, Александр Александрович, это, может быть, миф или не миф такой, да? Но вот по данным статистики, каждый второй пациент, он годового вот этого, ну, когда ставится диагноз 40 лёгких, ну, соответственно, уже, скажем так, третьей, четвёртой стадии, пусть так будет, да? То, как правило, он вот год выживаемости, как бы, не достигает, да? А, в принципе, ведь пятилетняя выживаемость считается хорошей, да? То есть, вот как вот, давайте, скажем. По России и по Ульяновской области одногодичная летальность по прирак-лёгку примерно состоит 50-60%. Это их такой хороший показатель. Да. Пятилетняя выживаемость по Ульяновской области немножко меньше, вот статистика 2019 года, поценность 36-37, по Российской Федерации по Приложескому Огру где-то 42-40-42. То есть, вот вам цифры. Всё. Очень показательно. В принципе, да, я считаю, да. Они, конечно, эти цифры с каждым годом по-разному, и в большую и в меньшую сторону, но примерно держатся на одном уровне. Ну, ещё такой, хочу немножко в такой ракурс подвести психологический такой, психологическую сторону этого вопроса. Ваше личное мнение, нужно говорить пациенту о том, что у него вот такой диагноз, или не нужно? С кем нужно разговаривать? Может быть, с родственниками, там, или с ним самим? Вот как вы к этому вообще вопросу относитесь? Здесь общение должно идти только с человеком, которого надо лечить. То есть, с пациентом. Пациент должен знать о своей болезни. Это ваше твёрдое мнение, что должен обязательно? Это абсолютно твёрдое мнение. Существуют такие, ну, может быть, незначительные моменты, когда пациенту не обязательно об этом говорить. Ну, когда уже пациент, ну, может, в каком-то терминальном состоянии находиться, в каком-то ещё, но если пациент собрал, надо лечить пациента, настраивать обязательно надо на лечение. Обязательно ему говорить, потому что от настроя пациента, от своего психологического состояния зависит очень много. Чем пациенту будет информирование, тем будет узнать о своём состоянии, о своём здоровье, и будет трезво к этому относиться, эффект от лечения намного будет лучше. и не отказываться от лечения. Узнать диагноз рака и отказаться от лечения на данном методе – это абсолютно глупо. Александр Александрович, я сейчас задам такой вопрос, он немножко, может быть, даже как вопрос, наверное, неправильно будет звучать, но тем не менее, я считаю, что его нужно задать, чтобы все пациенты услышали, что этот вопрос абсолютно даже неправомерен, и абсолютно даже можно его было бы не сдавать, но я вынужден его задать. Нужно ли заниматься самолечением и какими-то народными средствами, не обращаться к врачам, слушать каких-то там советов соседей, друзей и так далее, ваше отношение к этому? Если пациент не хочет вообще лечиться, а настроен на самолечение, понимаете, отказать мы ему не сможем, этому пациенту. Но мое убедительное мнение, что надо довериться врачам обязательно, и обязательно лечиться теми средствами, которые доказаны, которые помогают, и которые от которых, в принципе, можно вылечиться. Ну, тогда, Александр Александрович, вы работаете, ведете крупное отделение, да, в онкологическом диспансере. Наверняка у вас были такие случаи, может быть, ну, не называя там фамилии, там все прочее, да, но все-таки были такие случаи, когда вот пришел пациент, и он действительно занимался таким вот походами там по всяким, там, я не знаю, лекарем и так далее, так далее, в кавычках, как говорится, да, и вот к вам пришел, и вы подумали, вот пришел бы ты раньше, да, вот ты пока там ходил, ведь были такие случаи у вас? И, наверное, много довольно таких случаев. Вот от кого зависит? Вот это все-таки первый контакт, наверное, да, первичное звено, здесь тоже, наверное, зависит, или от чего? От терапевта, от терапевта зависит очень многое. Это пациент изначально должен попасть к терапевту, обратиться, и терапевт должен принять те меры, чтобы убедить обязательно, чтобы он дошел до онкодиспансера, дошел до онколога. Первый, в поликлиниках, во многих поликлиниках, я, может быть, не в 100%, я как бы сейчас не могу сказать, но я думаю, что практически во всех поликлиниках есть онкологи. Конечно. И онкологи в основном все-таки прошли учебу по этой, знают они очень много, и обратиться, и настроить пациента, направить его абсолютно. Даже вопрос о диантологии и отношении, все это грамотно все построит. Вот первый контакт, правильно сказать, первый контакт очень важен с врачом. Насколько он убедительно скажет, насколько он будет настаивать на том, что нужно прислушиваться к врачу и выполнять все рекомендации. И в плане прогноза тоже, наверное, надо говорить уже пациенту, что если вот сейчас мы с вами поступим так и так, то в конечном результате у нас получится что-то и то. Конечно, однозначно, абсолютно. То есть пациент, я говорю, все-таки информированность пациента должна быть. Они, а вот вы сходите, может быть, чего-нибудь вам там скажут. Так не должно быть. Александр Александрович, ну, еще такой, ну, тоже такой психологический аспект. Пациент знает, что у него диагноз, знает он об этом. И как важно, чтобы он не опустил руки, чтобы он, как говорится, с высоко поднятой головой двигался дальше в содружестве с врачом, его лечащим. Вот насколько это важно? Очень важно. И здесь, конечно, вот зависит от доктора, зависит от контакта пациента с доктором именно вот в онкодиспансере. Чтобы пациенту не сказать, что да у тебя там четвертая стадия заболевания, ну, все, готовься. Так тоже так делать нельзя. Пациент надо настроить на лечение. Если возможность, доктор сам считает, что пациент возможно лечить по состоянию, по общему состоянию, по его там каким-то еще виде пациента настроить на лечение, конечно, надо, чтобы пациент продолжал это лечение. Ну, Александр Александрович, еще хочу, чтобы вы все-таки повторили вот первоначально то, с чего мы начали, по сути дела, да? Еще раз, вот факторы риска заболевания именно вот рака легких, ну, мы сказали уже, наследственный фактор тоже он имеет место быть. Это те экологические, те, не правильно, те наследственные, да, те нас факторы, которые, наследственные факторы и те факторы, которые предполагают, которыми мы обитаем. Это чем мы дышим, основное. Что мы едим? Физически, как мы занимаемся спортом, не занимаемся спортом? Все это… Ну, даже физическая активность хотя бы просто. Физическая активность, да, состояние пациента. Ну, и основное, Конечно, это надо бросать курить Здесь это Даже не обсуждается ничего Самый главный фактор У мужчин на первом месте Это курение Женщины, хотя многие женщины говорят Мы не курим и ничего, но все равно заболеваем Но все равно Где-то и пассивное курение, где-то и что-то Вот это основные факторы Которые влияют Плюс Вредные производства Конечно, это тоже очень важно Особенно какие-то асбестовые производства Ну, там мышья Камеак, вот это очень Все влияет На развитие рака легкого Ну, поэтому у нас сейчас такие проекты Здоровое предприятие, аттестация рабочих мест Ежегодный профилактический медосмотр Это сейчас встает настолько На широкую ногу Именно у нас в регионе Я считаю, что это очень хорошо, посыл такой хороший И на самом деле это дает эффект Когда работодатель Тоже заинтересован в том, чтобы у него люди Проходили ежегодно обследование От этого тоже очень много зависит Работодатель Должен как бы настраиваться Чтобы он проходил ту же самую диспансеризацию Ему вообще это выгодно должно быть Конечно Работодателю Чтобы у него человек работает А не потом То же самое специалист Которого Через год не будет То же самое Обучение Все это должно быть выгодно Даже с человеческой точки зрения Конечно Потом сам себе Просто сам руководитель скажет Вот я действительно здесь Не доглядел Не допустил Такую промашку И какого сотрудника Из меня потерял То есть на самом деле Даже человеческий фактор Хотя бы должен срабатывать И потом вот сейчас На диспансеризацию Мы о которой с вами говорили Очень хорошо Дается день Пожалуйста Да Да То есть работодатель обязан Даже предоставить Такой день Человек Конечно Надо ли пойти в поликлинику Надо просто прийти в поликлинику Прийти в поликлинику Да Захотеть На самом деле Сейчас конечно Больше настороженность Все-таки Средства массовой информации Очень сильные Оказывают влияние на это дело Доступность всего интернета Всех соцсетей Конечно Все люди смотрят Настораживаются И я считаю Что в последнее время Просвещенность По именно Не только параклёвку По вообще панклическим заболеваниям Довольно-таки высокая А вообще отличается Вот все-таки Вот если касаться Мы сказали Что и как мужчины Так и женщины В принципе Да Но мужчины больше все-таки Больше частью Да Больше частью Отличается само Вот течение Заболевания Да Отличается Может быть Какие-то Именно симптомы Они могут не отличаться А вот Именно формы У рака легкого У мужчин Допустим Плосклеточный рак легкого У женщин Одинокарцином Большей частью Переобладает И здесь Лечение Тоже отличается От этого То есть Для женщин Приемлеме более Такое Одна схема Химиотерапии Для мужчин Другая Я так в общем Говорю Не то что Прямо Конкретно Поэтому Очень много Отличается По симптомам Примерно Все те же Все те же Самые Симптомы Абсолютно Как бы Нельзя Ограничить Мужчин И женщин Еще раз Хочу Чтобы Пациенты И Просто люди Которые Нас смотрят Сейчас Чтобы они Все-таки Сделали Такой вывод Что Если Какой-то Наследственная Все-таки Предположенность Какая-то Есть В семье То курение Это вообще Просто категорически Пересмотреть К своей жизни Отношения Абсолютно Согласен Здесь надо В голове Чтобы тот пунктик Все-таки Остался Отчего Это возникло Не обязательно Это Произойдет Но отчего Это возникло Все-таки Предполагающим Наследственность Наследственность Предполагающим Фактором Может быть Можно это Будет Предотвратить Еще Александр Александрович Как раз Хочу Чтобы Вот именно Опытный Торакальный Хирург Сказал Такую вещь Вот Среди Населения Иногда Бытует Такое мнение Говоришь Вам надо Бросить Курить А мне Доктор Сказал Что резко Нельзя бросать Мне будет Хуже Давайте Развенчаем Этот миф Во-первых Это Абсолютно Неправда Во-вторых Бросать Нужно Решение Должно быть Твердым И абсолютно Одним днем Плохо Тереку Будет Конечно Плохо Это привычка Конечно Это плохо Будет Любую Все будет А постепенно Постепенно Все это Нормализует Самое главное Чтобы я как-то захотел Если он захочет Он бросит Курить И никакой Там Миф Что вот Мне сказали Не курить Значит То есть Наоборот Не будешь Резко Бросить Тебе будет Тебе будет Плохо Нет Такого Не будет Потихоньку Все нормализуется Поэтому Объяснять Надо людям Правильно И грамотно Согласен Говорим об этом Но В целом Мы тему с вами Так раскрыли Я считаю Может быть Какие-то пожелания Вы телезрителям Тоже скажете От себя Единственное пожелание Которое я Из года в год На всех Все Что можно Закончить Бросайте Курить Все Это самая основная Причина Ну и Пересмотреть Отношение к себе Абсолютно Пасайте курить Доверяйте докторам Терапевтам Проходите Диспансеризацию Рак Все-таки Излечим Да Вот это самое главное Да Что именно Чтобы люди услышали Да Что первой Второй стадии Да Рак легких Излечим Излечим 100% И абсолютно Поэтому Согласен Чем раньше Будет диагностика Тем Будет лучше Прогноз Согласен Поэтому На этой Хорошей ноте Мы с вами Наверное Завершим Нашу Программу Сегодняшнюю Ну что же Дорогие Телезрители Вот такой Я думаю Очень интересный И плодотворный Разговор У нас с вами Получился До новых встреч Всем желаю Здоровья Ваш Доктор Смирнов